По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли втрепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам. И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и сей Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня. Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам. И сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. И так, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учайте их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok